здравствуйте когда-то было у меня такое развлечение покупать радиоприемники как раз я тогда немецкий в основном покупал но наверное если бы была возможность купить другой стране я бы покупал и в другой стране так но собственно говоря никакой цели кроме как чисто для коллекции купить эти вещи даже не знаю зачем купить но купил и все нам потому что в детстве очень хотелось такие иметь радиоприемники еще старые советские такие были транзисторные но не было такой возможности поэтому вот чисто ностальгические такие воспоминания о том чего не было и так сейчас мы начнем с первого приемника я не умею читать по-немецки поэтому предоставлю право прочитать название этого приемника google переводчику и так этот приемник называется shop lorenz touring t60 вот а значит ручка у этого приемника так здесь сбоку отстегивается то есть ее можно снять совсем вот у него две выдвижные антенны видите обе в рабочем состоянии но включение выключения тоже баса и высокие тоже также всеволновый приемник то есть длинные средние короткие ультра короткие значит у этого приемника не работают переключатели диапазонов но понятное дело я не стал возиться так как ничего особо сказать выдающегося в этом приемнике нет но это же здесь переключаются движение шкал механические но вот если мы поддержим эту кнопку ультра короткие видите будет нижняя шкала а нет так будет верхняя шкала так то же самое здесь батарейный отсек тоже все тут сгнила тоже семь с половиной вольт питания и вот здесь вот тоже есть разъем какие-то но это скорее всего тоже для записи магнитофон и воспроизведения звукоснимателя так на этом тоже с этим приемником все и сейчас мы посмотрим еще один в этом обзоре и так это последний приемник в сегодняшнем обзоре значит сейчас нам переводчик прочитает название этого приемника и так называется он это уже другая фирма и выпускалась позже значит приемник выпускался в 69 70-х годах видите уже как можем проследить как менялся дизайн в различное время тоже всеволновый ничего тут не интересного особенного нет есть одна выдвижная антенна тоже регулировки видите низкие высокие значит громко совмещенные с включением здесь переключение диапазонов каналов причем здесь у нас с вами шкала общее видите как шкала здесь общее но здесь переключатель работает диапазонов точнее нет не работает он совсем не работает здесь он не фиксируется то есть на самом деле я так подозреваю что его надо ремонтировать так здесь вот даже в две кнопки для подключения звук снимателя шкала уже датчик настройки есть так это вот заглушка тут заглушки различные я так подозреваю что это антенна а здесь тоже заглушка разъемов различных для внешнего подключения но и батарейный отсек но здесь выполнен немножко по-другому чем чем в тех моделях так что-то не получается у меня открыть наверно совсем уже заржавел хотя вроде как я как-то когда-то его наверно открывал но сейчас не получится а вот получилось открыть батарейный отсек вот такой тоже уже там все гнилое и если приводить в порядок этот приемник это так сказать достаточно большая работа а если просто поставить на полку как напоминание о тех далеких временах то вполне так ничего годится значит ну на этом сегодня все вот с тремя приемниками у меня валяются еще где-то сколько-то разных интересных приемников когда я до них доберусь я обязательно их вам покажу спасибо большое до свидания до свидания